Здравствуйте, зрители моего канала! Меня зовут Марина, и я ваш личный бьюти-блогер. Если вам интересно, почему у меня сегодня такой, мягко говоря, странный макияж, то смотрите вот это видео и подсказка. Этот макияж выполнен левой рукой. Ну ладно, сейчас мы не об этом, давайте поговорим о теме сегодняшнего видео. Я вспомнила, что давным-давно не снимала для вас вашу любимую рубрику, называется она «Бьюти-мусор». Напомню, что там туда попадают только те средства, которые либо некачественные, либо не отвечают заявленным ожиданиям, либо я так и не смогла найти к ним подходы. В общем, те средства, которые я не советую вам к покупке, не советую вам пробовать и зря тратить на них деньги. Сегодня будет как декоративная, так и уходовая косметика. Больше, конечно, уходовой, потому что в последнее время именно с ней у меня как-то не заладилось, не складываются отношения. Ну ладно, хватит уже болтать, вы сейчас все увидите сами. Но прежде чем мы начнем, я прошу вас выполнить простое действие. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно нажмите красную кнопочку внизу под этим видео и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Вам это ничего не стоит, а мне будет очень приятно. Начать сегодняшний обзор я хотела бы с декоративной косметики. И это два карандашика от Essence. Это не просто карандаши, это каялы. У меня это 26-й голубой оттенок, называется «Бич Бам» и 04-й белый оттенок. Если вы подписаны на мой инстаграм-канал, если нет, то подписывайтесь, ссылочка в инфобоксе, то вы знаете, что у меня к этим карандашкам очень неоднозначные отношения. Изначально они мне жутко не понравились, потом мне показалось, что я нашла к ним подход, я даже поделилась этим способом с вами, но сейчас я понимаю, что нет. Так вот эти карандаши вообще не имеют права находиться на нашей слизистой. Когда я наносила эти карандаши, особенно голубой, на нижнюю слизистую, кусочки карандаша застревали у меня в нижних ресницах, и смотрелось это очень неаккуратно, очень некрасиво. Если белый карандашик еще можно было как-то потереть, что-нибудь исправить, то с голубым вообще ничего невозможно было изменить. Во-вторых, они вообще не держатся на слизистой. Но если с этим я еще как-то могу примириться, потому что есть потрясающий лайфхак, если вы еще не знаете, то ловите. Вначале пройдитесь по слизистой ватной палочке, и потом сразу же, буквально не ждать ни минуточки, сразу наносите карандаш. Тогда вы подсушиваете слизистую, и уже на сухую ее вы наносите карандаш. Тогда он будет держаться намного дольше. Так вот, если с этим недостатком карандашей я смогла подружиться, то с тем, что они смотрятся грязью на нижнем веке, ну я не знаю, как это можно исправить. Можно, конечно, сидеть и выковыривать оттуда эти кусочки, но это огромная затрата по времени, и вообще есть возможность глаз себе выколоть. Мне это не нравится, поэтому этот карандаш я никому не рекомендую. Есть намного более качественные, более эффективные каялы. Сейчас немножечко разнообразим уходовой косметикой. Это вот такие две масочки. Это новая линейка от Планеты Органика в таких майонезных пакетиках. Там большое количество средств. Есть гелия для душа, есть бальзамы, есть скрабы, пилинги, есть все, что душе угодно. Но я купила маски, потому что маски я очень люблю, я просто какой-то масочный маньяк. Я купила увлажняющую маску с огурцом и с органической морковью и коллагеном. Это антиоксидантная маска. Если качество и работу вот этой маски мы проверить не можем, потому что она обещает, что создает антиоксидантную защиту, а это я никак не могу не оспарить, не согласиться с этим, то вот эта маска, могу вам на 100% сказать, что не работает. Это увлажняющая маска, которая не делает ничего. Если вы наносите ее сразу после умывания, когда вы хорошенько потерли лицо или умылись какой-нибудь ядерной корейской пенкой, то после маски состояние вашей кожи никак не изменится. Эта маска в консистенции геля прозрачного, обладает ярким запахом трав, очень похожа на ревевор от Белиты. Мне этот запах не очень приятный. Никакого действия, никакого эффекта в этой маске я не увидела. Эта же маска обладает легким, еле уловимым запахом, который я практически не ощущаю на своем лице. Помимо антиоксидантной защиты, она еще обещает сияние и упругость кожи. Я заметила, что эту маску моя кожа впитывает лучше, но какого-то эффекта от нее я тоже не увидела. Поэтому за всю серию говорить не буду, но вот эти два средства я никому не рекомендую к покупке. Следующая, это моя давняя хотелка и мое большое разочарование. Это маска с чайным деревом, «Ночная маска» от Апью. Если вы не знаете, то это корейский бренд. От Кореи я привыкла ожидать всегда очень качественных и самых лучших средств, но здесь я ничего не увидела. Мало того, что маска обладает очень ярким, очень сильным запахом чайного дерева. Я, конечно, понимаю, что ничем другим она пахнуть не может, но это слишком для меня, потому что, в принципе, запах чайного дерева мне не нравится. И именно поэтому я не использую натуральные масла. Но если бы был эффект, я бы потерпела. Здесь эффекта я не вижу никакого. У меня был период, когда высыпания появлялись у меня каждый день и в довольно большом объеме. Эта маска ничего не сделала, она никаким образом не успокаивала высыпание, не влияла на красноту, никак не влияла на скорость заживления. Я пробовала использовать ее по-разному, потому что здесь указано, что, поскольку здесь в способе применения, указано, что необходимо нанести достаточное количество маски. Достаточное количество маски – это очень расплывчатое понятие. Для кого-то нужно побольше, для кого-то нужно поменьше. Так вот, я пробовала и так, и по-другому. Я наносила и очень толстым слоем, ждала полного высыхания, и наносила очень тоненьким слоем, и даже наносила на отдельные воспаления. Никакого смысла я в этом не увидела, никакого результата не было, поэтому эту маску я тоже не рекомендую. Я не знаю, для чего она предназначена, и на какой коже она может работать. Следующее средство вы уже видели в моих предыдущих обзорах, но тогда я еще не могла определиться, нравится оно мне или нет. Это маска от Skinlight, очищающая маска, стягивающая поры. Сейчас я могу четко сказать, нет, она мне не нравится. Кроме того, что она обладает довольно приятным, цветочным, наверное, запахом, и очень удобной крышечкой, никаких больше плюсов я в ней не нашла. Она заявлена, как очищающая и сужающая поры, ни того, ни другого она не выполняет. Здесь в составе глина, и наносить ее производитель рекомендует очень тонким слоем. Когда я наношу такую маску тонким слоем на свое лицо, она у меня высыхает через 1-3 минутки. Эту маску нужно держать 10-15 минут. И вот это все время мне приходится постоянно ходить и сбрызгивать свое лицо водой. Я не люблю какие-то лишние манипуляции, а тем более в том случае, если маска не работает, я просто не понимаю, зачем мне нужно ходить и 10 минут мучить свое лицо. Если очень искать в ней что-то положительное, то можно сказать, что она слегка монтирует лицо. Но мне кажется, что с этим справится любая маска, даже где не заявлено монтирование. Последнее средство, которое я хотела бы вам сегодня показать, это вот такой вот BB крем от Белиты. Называется он Perfect Skin, то есть совершенная кожа. Здесь SPF 15, и представлен он всего в одном универсальном цвете. Это средство хорошо подойдет тем девочкам, у которых хорошая кожа, которые не имеют каких-то покраснений, воспалений, недостатков на коже, потому что он дает лишь легкое сияние и не перекрывает никаких покраснений. Так вот, его самый главный недостаток увидят только девочки с желтым подтоном кожи. Здесь написано, что это универсальный тон, но нет. Средство имеет ярко выраженный розовый подтон, и если девочки с желтым подтоном, такие как я, его нанесут на себя, то оно очень выбеливает лицо. Даже если вы загорелы, вы будете выглядеть белоснежка-белоснежкой. Если у вас розовый подтон лица, обязательно попробуйте, я думаю, что на вас он будет смотреться очень хорошо. Но вот девочки с желтым подтоном, нет, это средство не для вас, не пробуйте. И лучше обратите свое внимание на линейку от Bourjois или на Vivienne Sabo, потому что там очень часто встречаются тональные крема с желтым подтоном. Вот и все, я показала вам свои последние разочарования. Конечно, приятнее показывать хорошие покупки, но я надеюсь, что это видео будет вам полезно, и вы не повторите моих ошибок. Если вам нравятся такие видео, то поставьте мне, пожалуйста, пальчик вверх, мне будет очень приятно. Мне пора прощаться с вами. Я вас люблю, целую, и до встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok